Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, в толковании на Евангелие от Матфея, 32-я беседа. Продолжение. Тогда домы были церквами, а ныне церковь сделалась домом. Тогда и в домах не говорили о житейском, а ныне и в церкви не говорят о духовном. Вы и здесь поступаете, как на тожище. И когда говорит сам Бог, не только не слушаете слов Его в молчании, а занимаетесь разговорами совсем о других предметах. И пусть бы вы занимались тем, что касается вас самих. Нет, вы говорите и слушаете то, до чего вам и дела-то нет. Вот о чем я плачу и не перестану плакать. Я не властен оставить этот дом. Нам необходимо оставаться здесь, доколе не отойдем из настоящей жизни. Итак, вместите нас, 2 Коринфянам, 7 глава, 2 стих, как увещевал апостол Павел. Это сказано у него не о трапезах, не о сердце, но о сердце и расположении. Того же и мы от вас требуем, любви, приязни сердечной и искренней. Если же и это тяжело для вас, то, по крайней мере, оставив теперешнюю беспечность, возлюбите самих себя. Для нашего утешения довольно и того, если увидим, что вы успеваете в добре и делаетесь лучшими. В таком случае и я покажу больше любви. Если слишком любя вас, вами буду любим менее. Многое ведь побуждает нас к взаимному общению. Всем нам предлагается одна трапеза. Один отец породил нас. Все мы произошли от одной утробы. Всем подается одно питье. И не только одно, но из одной чаши. Отец между прочими средствами расположить нас к взаимной любви употребил и то, что мы пили, чтобы мы пили из одной чаши. Это служит знаком крепкой любви. Но скажешь, что мы не можем равняться с апостолами. И я в том согласен. И немало не спорю. Мы не стоим не только их, но даже и тени их. Но при всем том, вы должны исполнять свое дело. Это не только не сделает вам стыд, но еще более послужит к вашей пользе. Когда будете оказывать должную любовь и послушание к недостойным, получите большее воздаяние. Мы говорим не от себя, так как у нас и нет учителя на земле. Что мы приняли, то и даем. И когда отдаем, ничего не требуем от вас, кроме одной любви. Если мы на самом деле недостойны любви, то по крайней мере достойны ее на любовь нашу к вам. Кроме того, нам заповедано любить не только любящих нас, но и врагов наших. Кто же будет столь жестокосерд, столь груб, что получивший такую заповедь, станет отвращаться и ненавидеть даже любящего его, хотя сам исполнил бесчисленных пороков. Мы имели общение в духовной трапезе. Будем иметь общение и в духовной любви. Если разбойники, сидя за общим столом, забывают свои злые нравы, то какое будем иметь оправдание мы, которые всегда приобщаясь к телу Господня, не подражаем даже и разбойникам в кротости. Для многих служит достаточным побуждением к дружбе не только то, что имеют общий стол, но и то, что они из одного города, а мы, у которых и град, и дом, и стол, и путь, и дверь, и корень, и жизнь, и глава, и пастырь, и царь, и учитель, и судья, и творец, и отец. Все общее, какое будем иметь извинения, удаляясь от общения друг с другом, не требуете ли вы и от нас чудес, какие творили апостолы, приходя проповедовать, чтобы и мы очищали прокаженных, изгоняли бесов, воскрешали мертвых, Но то и будет самым сильным доказательством вашего благородства и любви, если будете веровать в Бога, не требуя залогов. Бог, как по этой причине, так и по другой, прекратил чудеса. Если без чудес, обладающие теми или другими совершенствами, как то, даром слова или благочестием, тщеславятся, превозносятся, друг от друга отдаляются, То где не было бы разделения, если бы были еще и чудеса, а что это говорю не по догадке, представляю в доказательство коринфян, которые от этого самого разделились на многие толки. Ищи не чудес, но спасение души. Не ищи того, чтобы видеть одного мертвеца воскресшим, когда знаешь, что все мертвецы воскреснут. Не ищи, чтобы видеть слепца прозревшим, но смотри, как ныне все начинают получать лучшее и полезнейшее зрение. Научися сам смотреть целомудренно и исправь твое око подлинно. Если бы мы жили все как должно, то язычники дивились бы нам больше, нежели чудотворцам. Чудес часто считают чудеса обманом и находят из них много подозрительного, хотя чудеса христианские совсем не таковы. Но жизнь непорочная не может подвергнуться никакому подобному подозрению. Напротив, добродетель заграждает уста всем. Слава Господу Иисуса Христового веки веков. Аминь.